Продолжение следует... 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 Графф... Продолжение следует... 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 и все делать так, как надо. Проект «Беспечный колодеж» протягнется. Тематичные надписы на колодежах появятся во всех районах в области. Застаться в городе улетку и провести час – корыстно и весело. Такую макшимость дает своим наведывальникам Центр инклюзивной культуры в Гомеле. Его супрацовники клопотятся про вольный час детей на каникулах, а так само створяют максимально беспечные умовы для занятков. Центр наведала Ганна Каральчук. У Центра инклюзивной культуры працует 25 коллективов, у которых займается около 500 человек. Вядома за эпидемиологичной ситуацией установе пришлось искоротить колькость занятков, и многие из их перейшли в онлайн. Так, например, у социальных сетках Центра з'явились видеоуроки по танцах, малявании, жонглировании, забавляльные флешмобы и казки для детей с инвалидностью по слыху. Зарядку он делать не стал. За него зарядку суслик делал. А самому хаме лень. Сделай, говорит, за меня зарядку. А сам лежит под кустом и смотрит. Однако, с надыходом летних каникулов, пытание занятости детей в городе стало приоритетным. Супрацовники Центра инклюзивной культуры постарались изробить свои занятки максимально беспечными и комфортными. А теплое надворье дозволило частку с их перенести на улицу. На пляцовце Каля Будынка с детьми займаются хореографией. На Лужку Побач проходит пленэр. Перед центром юные вучни театра «Клоунады и пантомимы без слов» займаются пластикой и учатся кататься на моноцикле. Я занимаюсь «Клоунады и пантомимы» уже три года. На протяжении этого времени мы выступали на многих международных конкурсах, где занимали призовые места, заводили новых друзей и представляли Центр инклюзивной культуры. Во время летних каникул, когда невозможно никуда уехать, для нас Центр инклюзивной культуры замечательная альтернатива. Здесь не бывает скучно. Мы проводим время весело и с пользой. Мы развиваемся и насыщаем наше лето позитивом. Здесь мы понимаем, что нет ничего невозможного. Каждый может научиться жонглировать, ходить на ходулях, ездить на моноцикле, выступать на сцене. И главное – дарить людям улыбки, позитив и праздник. Групповые занятки по жестовых спевах сменили индивидуальными. У этого есть певный плюс. Так, каждому вучню надоется больше уваги. Микита Лашкевич займается тут уже пять годов и спонять тренировки у летку не хочет, как не стратить форму. Дарачи бавят час у центра не только дети, а и дорослые. Петр и Татьяна Шалимовы займаются у Народным театром мимики и жесту «Инклюзион». Не глядячи на взросл, муж и жёнка выбирают активный отпочинок. Ездят на дачу, а в городе ходят на репетиции. Все летояны святкуют творчий юбилей. 50 годов на сцене. У нас разнообразные занятия. В свободное время ходим на репетицию, а в летнее время на тачу. А так, всё время в спектакль ходим, тачуем, а первые годы мы спортом занимались. Стараемся быть в курсе дела. Чем дома сидеть, лучше попыти в коллективе, общаться. Жизнь более интересная. Недавно у театра «Инклюзион» з'явились новые керавники. И разом с имя семья Шалимова хрихтует свой юбилейный бенефис, который пройдет в вересне в Международный день глухих. У летку Центр инклюзионной культуры пропоную всем жадающим долучиться до своих занятков на улице бесплатно. Можно хоть усёй с семьёй. Подробязную информацию шукаете в группе «Установы» в социальных сетках. Ганна Кральчук, Александр Харлампо, телерадо «Компания Гомель». На Гомельщине стартовал семейный интернет-челлендж «Разом с батьком». Организатор Белорусский Республиканский Союз Молоди просветил акцию святкованию Международного дня батьки. В рамках челленджа Жихарам Ргиона пропонують поделиться с интернет-корыстальниками власными секретами по умоцованию здоровья. Для этого треба снять на камеру короткое видео с физичными практикованнями. Ролик протяглостю до хвилины можно выкласти у социальных сетках до 21-го червяня и позначить хэштегом «Разом с батьком». Одным из первых отделников акции стали депутат Палаты представников Национального Схода Игорь Завалей и его сын Максим. Парламентарии выполнены. Только на особистом прикладе батьки смогут выкликать у детей любовь до корыстных звычек. Сегодня Союз молодежи, наверное, решил запустить один из самых полезных челленджей, потому что воспитание детей – это, наверное, наша основа нашего будущего процветающего государства, потому что, в принципе, любой человек, неважно, какая у него работа, даже если днем он занимается физической работой, все равно вечером он должен заниматься спортом, потому что это основа и залог его успеха и здоровья. Не ждите, что к вам кто-то придет и подскажет, как мы должны воспитывать детей. Занимайтесь этим сегодня, потому что завтра уже может быть поздно. Выходные на Гомешчине будут по-летнему спякотными, а лезь пяшаться на пляж метеорологи не рекомендують. При температуре поветра до плюс 32 градусов завтра у день на территории региона чекаются на больнице. На субботу объявлены оранжевые узровень небеспеки. Место межквалистый ветер узмоцниться до 20 метров за секунду. В неделю становище нормализуется, а леопатков не позбегнуть. Верогодность на больнице – 90%. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных днём и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Житель Лельческого района совершил разбойное нападение в день своего освобождения из СИЗО. Сначала 21-летний нарушитель проиграл все деньги в игровом клубе, а затем решил найти ещё наличных. Он зашёл в цветочный магазин и попросил собрать ему букет. Когда продавец отвернулась, клиент несколько раз ударил её камнем по голове. После этого он закрыл пострадавшие в помещении с цветами, забрал из кассы выручку и скрылся. Через несколько часов сотрудника Департамента охраны задержали подозреваемого в игровом клубе. Подозреваемый в течение последних трёх лет постоянно попадал в поле зрения милиции за совершение краж. Судим в 2017 году и дважды в 2018. Последний раз отбывал арест СИЗО Гомеля, также за хищение. В основном деньги утратил в игорных клубах. Действием задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-следственные действия для фиксации всех деталей противоправного деяния. Кинологи гомельской таможни обнаружили марихуану. Это произошло в пункте пропуска «Новая Гута». Служебная собака указала на возможное наличие наркотиков у 37-летнего мужчины. Он пешком направлялся в Украину. В его барсетке таможенники обнаружили свёрток из белой бумаги с веществом растительного происхождения. Было установлено, что обнаруженное вещество является марихуаной. Свои действия 37-летний задержанный характеризовал как забывчивость. К сожалению, этот факт не спас его от уголовной ответственности. В гомельской таможне возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 3028-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Под гомелем уничтожили коноплю. На место её произрастания указал ранее задержанный 28-летний гомельчанин. При обыске правоохранители обнаружили у мужчины 3 свёртка с марихуаной и ещё почти 500 граммов вещества у него дома. Задержанный указал правоохранителям поле с коноплей в районе деревни Осавцы. Сотрудники наркоконтроля уничтожили в общей сложности 56 килограммов дурмана на площади в 35 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ. В Рогачёвском районе инспекторы задержали троих браконьеров, вырыбачивших сетями на озере Большое Комарино. О незаконной деятельности сообщили очевидцы. Во время сетной рыбалки браконьеры выловили 299 особей рыбы с помощью 60 сетей длиной более 300 метров. Вред, причинённый действиями данных граждан, составил 424 базы увеличены, что на сегодняшний день составляет более 11 тысяч белорусских рублей. Так как в действиях данных граждан усматривается состав уголовно-наказуемого деяния в отношении данных граждан возбуждено уголовное дело и данным гражданам грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет. Также очень хотелось бы напомнить, что в случае сдачи гражданами добровольно запрещенных орудий рыболовства данные граждане освобождаются от ответственности. Двое из троих задержанных ещё недавно отбывали срок за незаконное рыболовство, которым занимались во время нереста весной 2019 года. Свой лов браконьеры продавали местным жителям. За минувшие сутки в Гомельской области зафиксированы два лесных пожара общей площадью менее 1 гектара. Одно возгорание ликвидировано в жилом секторе. В деревне Ворновка Кармянского района горел деревянный нежилой дом. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – природная стихия. Природа повлияла и на ряд происшествий в Рогачёве. Обошлось без пострадавших. Из-за сильного ветра порывами 15-18 метров в секунду со старого склада сорвало кровлю на площади 850 квадратных метров. В результате её падения повреждены два жилых дома, припаркованный грузовик и двигающаяся по дороге легковая машина. По улице Кубоколоса из-за сильного дождя произошло потопление трёхэтажного многоквартирного дома. Затоплены кладовые в подвальном помещении. Воду, которая поднялась на высоту в один метр, откачивали спасатели и коммунальники. МЧС рекомендует, если вы столкнулись с непогодой, необходимо оставаться по возможности дома. Если вы оказались в легковом автомобиле, необходимо остановить легковой автомобиль. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации сообщать номерам телефона 101 либо 112. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Все решится в Оршем. Гомельский ВРЗ сравнял счет финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу против Витена. Начался поединок в Гомеле для хозяев не очень удачно. На четвертой минуте Евгений Чернейко подправил в собственные ворота дальний выстрел Алексея Петрова. Однако еще до перерыва вагоностроители отыгрались. Вячеслав Григорьев, также взяв в ассистенты соперника, сравнял цифры на табло. Во втором тайме хозяева полностью завладели инициативой на 26-й минуте. Воплотили ее в забитый гол. Григорьев пробил не сильно, но точно. 2-1. Гомельчане давление не ослабили. В надежде развить голевой успех энергетикам все больше приходилось работать в защите. Опасных моментов у ворот ВРЗ во второй половине было немного. Практически снять интригу в этом матче хозяева могли на 37-й минуте. За снос в штрафной Евгения Кулачко судья назначил пенальти. К мячу подошел Дмитрий Лосик. К сожалению, переиграть Андрея Головнева, сменившего в рамки Максима Лысенко, ему не удалось. Оставшееся до финальной середины время аршанцы играли в 5 полевых. Оборона Гомельчан не дрогнула. ВРЗ победил и сравнял счет в серии. Судьба золотых медалей решится 21 июня в Орше. Старт пятого поединка финала в 14.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале Белорусской ассоциации мини-футбола «Футзал Беларусь» на YouTube. В ближайший уикенд в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу пройдут матчи девятого тура. Все представители нашего региона проведут выездные поединки. В субботу Светлогорский химик играет в гостях против Сморгония, Мречицкий спутник против Новополоцкого нафтана, а Гомельский локомотив против Флиды. В воскресенье в Слонями сойдутся одноименная команда и Гомель. Житковический миллиоратор, выступающий во второй лиге национального чемпионата, сыграет в 1.16 финала Кубка Беларуси по футболу. Во втором квалификационном раунде житковчане проиграли лиде, представляющей первую лигу 1-2. Как потом выяснилось, соперник нарушил регламент. Турнии «Розетта» коллективу из Гродненской области присудили техническое поражение. В 1.16 финала розыгрыша трофея «Миллиоратор» сыграет с Брестским «Динамо». На этой стадии, кроме житковчан, выступят еще пять команд из нашего региона. Волейбольная команда «Энергия» продолжает подписную кампанию. Новое соглашение с гомельской дружиной заключил связующий Александр Орловский. Следующий сезон для волейболиста будет третьим по счету в составе «Энергии». С командой он выиграл бронзу чемпионата Беларуси и две бронзы Кубка страны. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok